Измены. И женские, и мужские причины, что с ними делать. Женские измены, под ними есть какая-то твёрдая причина, почему она это сделала. Под мужскими изменами, кроме похоти, ничего нету в основном. 80% мужчин изменяют просто из похоти. Они прикрывают это своей полигамностью, они прикрывают это своим звериным темпераментом, своей мускулиностью, что они хотят оплодотворить весь мир. На самом деле они хотят трахнуть своё эго, да? Или эго их трахает, не знаю. На чем, пожалуй, с женских измен? Почему? Потому что эта тема табуированная немножко самими женщинами. И мужчины, которые страдают от женских измен, они об этом стараются не говорить, потому что это режет их самолюбие. Мужчина чаще всего не ожидает такой подлости от женщины. Ему кажется, что она святая. У каждого мужчины в голове есть образ святой женщины в виде мамы. И каждый раз, когда он считает, что вот женщина, которая рядом, это как его мама, примерно, да? Такая же святая и непорочная. При этом же сам мужчина считает, что ему как бы можно. И это вечные споры, почему женщине не можно изменять, почему женщинам нет. Потому что исторически так сложилось, что весь труд был мускулинный. И для того, чтобы человеку выжить, нужно было быть сильным. А сильным априори был мужчина физически. И поэтому платили только за физический труд. И защищаться мог только мужчина, женщина не могла, да? Поэтому очень много, что мужчине прощалось. Прощалось не потому, что его любили, а потому что от него зависели. Если он тебя выгонит, то ты умираешь через 3 дня. Тебя украдут, изнасилуют, убьют, еще чего-нибудь. Поэтому от мужчины очень многое зависело. Сегодня в современном мире мы уже уравнялись. Труд не только мускулинный, но и интеллектуальный. И больше того, мир идет все больше и больше к феминизму. Поэтому женщина будет все набирать обороты и влияние в обществе. И я думаю, что в какой-то момент мужчина будет меньше решать, чем женщина. Но это где-то через 100, мне кажется. Женские измены, они возникают по нескольким причинам. И одна из причин – это эмоциональный, ментальный голод. Это тогда, когда мужчина перестал обращать внимание на жену. Сейчас будем говорить о мужу и жене. И вот он у нее не обращает внимание по той простой причине, что она уже родила второго ребенка или третьего. Природа и отчасти заложена, что она уже принесла потомство. Ну, что с ней делать дальше? Пусть ухаживают за детьми. И так и происходит. Он у нее не обращает внимания. У меня даже какой-то случай был, когда знакомая позвонила. Говорит, ты знаешь, я задолбалась, хочу развестись, у меня выгорание. Это когда последний раз было в кино. Она говорит, пять лет назад. Я говорю, оставь детей мужу и свали на один день в кино. Она позвонила через три дня, говорит, большое тебе спасибо, потому что нормально. И поэтому очень важно женщине дать возможность быть оторванной от семьи иногда, обращать на нее внимание, дарить цветы, обнимать интима побольше и все. И тогда ей не нужно будет искать чего-то на стороне. Потому что когда твой мужчина не обращает на нее внимания, и представь, появляется какой-то мужчина, который обратил на нее внимание. И она просто неустойчива к приятному взаимоотношению с мужчиной. То есть ты не делаешь комплименты, какая вы красивая, какая самстроенная, туда-сюда, цветыечек, чаечек и все. Как оказалось в постели, уже не понимает. Вторая причина – это месть. Это тогда, когда она узнала, что мужчина изменил, и она это схавала. Если у нее эмоциональный интеллект повыше, она вообще будет делать все молча. Она узнает, что он изменял, и будет изменять ему в отмеску. Измена в отмеску для женщины чуть другое. Мужчина изменяет, он не собирается разводиться. Но когда женщина изменяет, у семьи уже давно нет. Просто она живет с ним только из-за того, что ей некуда идти, или материально она от него зависит. Как только она получит от него материальную свободу – до свидания. Брак разваливается. Третья причина – это тогда, когда задолбали все эту килинку. Она как кухонный комбайн с траходельной установкой. Просто делает все, ей не спасибо, ничего. Короче, тут только абьюз, и как прислуга она бегает. И тогда тоже она может изменить. Может, даже до измены не дойдет, она может просто развестись. Для мужчины это всегда неожиданно. Вы знаете, когда был кейс такой, что мужчина развелся, и для него шок. Он сидит там, вот, она ушла, она меня предала. Она даже развелась, я не знал. То есть он документы получил, что они разведены просто. И потом выяснилось, что она купила трехкомнатную квартиру отдельно, сделала в ней ремонт, и потом подала на развод, и его предпоставила перед фактом. Ладно, ты не можешь знать, сколько она зарабатывает, допустим. Но человек купил квартиру, от него пахнет ПВА-клеем отобой, я не знаю, там, звездкой. Она приходит домой, и ты ее не нюхал, или что, я не знаю. А вот эти точки от краски на руке, от валика, скажите мне, как ты пропустил? Насколько надо было забить на человека, чтобы потом она неожиданно развелась? Субтитры сделал DimaTorzok